Всем привет, друзья! С вами Джонни, и сегодня мы узнаем, какую тайну скрывают от нас в Зоне 51. Думаю, многие из вас знают, что за движ сейчас творится с Зоной 51 в реальном мире. И разработчикам пришла такая хорошая идея воплотить это в Сампи, и сегодня мы на это посмотрим. Обещаю, что будет очень интересно, поэтому поставь прямо сейчас лайк, ну и, конечно же, оформляй подписку на канал. Давайте уже добьем 8 тысяч хищников на канале, и тогда я вам солю свою приватную сборку. Ну и, конечно же, не забывайте, что IP сервера Ruby находится в описании. При регистрации на сервер обязательно указывайте мой промокод, с него вы получите около 150 тысяч. Проходите начальный квест, после этого отписывайте мне, и я вам дам небольшой бонус. Ну и по традиции, вот он победитель с прошлого ролика, отпиши мне в ЛСВК, чтобы забрать свой приз. Ну а правила, как всегда, просты, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и написать какой-нибудь положительный комментарий. Желаю вам приятного просмотра! Если ты хочешь создать свой сервер в САМП, КРМП или МТА, тогда тебе на bighost.org. Именно здесь ты сможешь создать свой сервер за низкую цену, а также выбрать любой ролплей мод и поставить его в один клик, создав при этом полноценный проект. Все ссылки будут в описании, так что заходи, регистрируйся и создавай свой сервер. Короче, друзья, как мы видим в чате, через 10 минут у нас состоится захват зоны 51, вводим команду, и у нас ставится метка на то место, где нам нужно прибыть и зарегистрироваться. Я вижу, что очень много народу скопляется туда, прям, ну реально там на карте, у меня уже лаги начались. Офигеть! Просто посмотрите, сколько здесь народу. И самое главное, смогу листь... А, вон тут зона 51, регистрация. Все, мы зарегистрировались. И знаете, в чем прикол? Что здесь у нас 138 игроков, 141 даже. Ну-ка, если мы посмотрим, тут есть информация, кстати. Меня крашнуло. Все, мы зарегались. Самое главное, что меня опять не крашнуло, я буду здесь. Меня опять крашнуло. Короче, друзья, небольшой совет, если вас крашат, то зайдите со стандартной сборки. Я зашел со стандартной сборки, и у меня было все нормально. Нажимаем регистрацию. На этот раз я со стандартной сборки, и по идее вообще не должно крашнуть. Все, меня тпхнуло, и, насколько я знаю, мы сейчас играем за сильную сторону. В общем-то, вот здесь мы берем оружие. Не, ну мы, короче, ждем. По идее, они сейчас должны наступать, я не знаю, что делать. Вон там келлис даже показывается. На улице, короче, летают тарелки, да. И вот эти тарелки, в них можно стрелять. Сейчас я вам покажу. Вон, видите, у них хп уходит. И типа, по идее, мы вот должны, да, вот так вот стрелять в них. Все, минус одна. И типа, что это все? Я просто не знаю, типа. Я вижу, что челики, вон, видите, в келлисте сливаются. А, вон враги, пацаны. Вон, я вижу их. А, у них миниган, лол. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Меня слили. И я заспавнюсь или нет? А, это все. Короче, друзья, вот уже началась еще один этап данного мероприятия, ивента, не знаю. И я так понял, что он проводится каждые 30 минут. И будет он не навсегда, а 3 дня еще, насколько я понял. Так, давайте мы еще раз пропишем зону 51. И тут есть информация, вот это я не почитал. Короче, вкратце, и после того, как начинается игра, участники разделяются на две команды. Одна команда обороняет базу, а другая должна ее захватить. Также в обороне есть 10 летающих тарелок. Они будут стрелять каким-то лазером в тех, кто будет нападать. Ну и для того, чтобы противостоять им, у нападающей команды есть мини-ганы. И да, эти мини-ганы не наносят урон по людям, только по тарелкам. И да, если вы играете за армейцев, не нужно стрелять в тарелки, как это делал я. Также у нападающих есть бомбы. С помощью них они должны взорвать ворота и пройти в бункер. Ну а сейчас вы увидите, как это происходит в практике. А, вот, все, мы начинаем отсюда. Так, здесь мы берем ганы. Дигл, М4, вот, мини-ган, бомбу. И там вот скутеры, кстати, есть. Блин, мини-ган. Охеренно. А, вон, ХП снимается. А, вон тут еще есть. ДРП, нихера. ДРП Корпорейшн. Судя по всему, здесь мы тоже можем взять ганы. Вон там армейцы, так. Капец, их там дохера, конечно. Но потихоньку мы их зачищаем, потому что все меньше и меньше. То есть вот сейчас я вижу, что нас дохера народу. Просто вон, посмотрите, сколько здесь мы бегаем. Ой, пацаны, я первого чела слил. Все, вроде бы мы продвигаемся потихоньку. Так, вон мы с челиком проникаем сюда. Все, ну, нас уже как минимум трое. Вот мы потихоньку проникаем здесь. Нихера. Да, они нас там тупо ждут, парни. Так, тут чел, короче, это, сказал взять бомбу. Я не знаю, что мы с ней будем делать. Все, мы поставили бомбу. Я не пойму, зачем здесь должно помочь. А, то есть оно, бомба убьет этих остальных. Ну, кстати, время дается много. У нас еще 10 минут на все про все есть. Пацаны, наш кент взорвался. И сейчас мы будем за него мстить. Вон, помещение под защитой. Нам нужно вот туда пробраться. Вот, короче, мы взламываем, если сидим там. Фига, взрывы, пацаны, взрывы. А, это те взрывы, что, короче, мы с этим челиком ставили. Прикол в том, что они мне тоже наносят урон. О, слил. Слил того чела. Найс. Ну, по идее, мы выигрываем. Не, на самом деле, вот за этих, которые нападают, гораздо интереснее играть, чем за защитников. Ну, реально. За них гораздо интереснее играть. На самом-то деле. Все, остается 4%. Ну-ка, и по идее, дверь откроется. Состояние 0. А, нет. Еще не открылось. Я подумал, что что-нибудь откроется. И, короче, нам нужно вот эту... А, ну все, по идее, мы выиграли. То есть, вояк мы, по идее, всех слили. Осталось только захакать. И все. И мы выиграли. Все, 1% последний. И все, мы выиграли. И мы еще 5000 получаем. Короче, да, вот мы выиграли. И нам в чате пишется, вы получили информацию о секретных материалах. Очков для получения аксессуара 1 из 5. Вот. Ну и, короче, через 30 минут у нас будет еще одна возможность поиграть. И, короче, ребят, реально очень круто. Предлагаю сейчас поехать на рынок. Посмотреть, за сколько, ну, в среднем сливают миниган. Я, конечно же, выполню квест. Постараюсь получить миниган именно с квеста. Но, в любом случае, погнали на рынок. И посмотрим, что да как. Короче, вот я уже на рынке. Сразу же вижу миниган. Его за лям тут сливают. Но, мне кажется, лям это слишком дорого. Потому что этот аксессуар будет у очень многих. И я думаю, что цена ему, ну, где-то 200к, а не больше. Да, типа, он выглядит круто. Но он не стоит лям. Это точно. Да, есть на рынке только один миниган. Его выставили за лям. Советую, ребят, не покупать их с рынка. Лучше пойти просто поиграть, выбить. Потому что, ну, это интересно. И, во-вторых, вы получите как бы на халяву миниган. Вот. Короче, друзья, как-то так выглядит новый квест. Не знаю, называйте как хотите. По мне, так реально получилось очень годно. И я рад, что Даймонд начал, наконец-таки, делать годные квесты. Напишите обязательно ваше мнение по поводу этого в комментариях. Мне будет интересно почитать. Ну, и если вам понравился видос, то не забывайте подписываться, ставить лайки. Мне очень сильно нужна ваша поддержка. Так что, думаю, вы знаете, что делать. Ну, а с вами был, как всегда, Джонни Стар. Всем пока.